Здравствуйте! Это программа 8 вкусов. Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. Сегодня вкусными рецептами с нами поделится шеф-повар кафе-студио Валерий Андрюков. Продолжение следует... Валера, привет! Привет, Алин! Ну, сначала хочу поблагодарить тебя за форму. Я так понимаю, на кухне прекрасный пол выглядит примерно так у тебя, да? Примерно, да. Здорово! Радует глаз, наверное. Ну, расскажи, пожалуйста, что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить салат, да, и второе блюдо. Это самый востребованный салат в нашем заведении, да, и самое популярное блюдо – йорк. Салат с куриной печенью, да, для которого мы используем продукты – это микс салата, да, саму печень, само собой разумеется, да, сливки, вот, черри-помидоры используем, апельсин уже очищенный. Вот. И виноград. Виноград без косточек, поэтому можно спокойно его резать, как бы, добавлять салат. Не зря на то, что, как бы, там были когда-то, может быть, косточки. Вот. И также для украшения мы используем чипс апельсиновый. Вот. Ну, я, так понимаю, какой-то особый соус, потому что наш продюсер, скажу такую, ремарка, он до этого, когда узнал, что у нас будет сегодня в меню, он сказал, ааа, это очень вкусно, там, безумно вкусный соус. Да, соус безумно вкусный. Что там, расскажи, что это за соус? Соус входит в сливки, как бы, да, и соус унаги в определенной пропорции, да, все это мы будем разогревать на газовой печке, да, добавлять печень, протушивать немножечко, да, и потом уже будем с тобой вместе, Алина, выкладывать все на тарелочке, красиво очень. Вот, так, чтобы, ну, люди понимали, что это можно приготовить и дома. Начнем. Вот. Что ты мне доверишь? Что тебе доверю? Да. Да все, доверю. Так, смотри. Сначала рвем лист салата вот сюда. Вот сюда мы будем. Да, рвем крупное, вот смотри. Давай, ты мне сначала показывай, а я уже буду повторять. Вот так вот крупненько, вот так вот рвем его просто, крупненько и закидываем сюда. Красиво. Да, красиво. Раз, раз, бах, бах. Так, я поняла. Добавляем одуванчик. Вот, тоже его можно порвать. Скажи, пожалуйста, давай вернемся к меню не только вот, который у нас сегодня, а в принципе вот в кафе-студию. Скажи мне, пожалуйста, на что сделан главный акцент? Ты же знаешь, как таковых акцентов нету. Вот людям нравится, что то они едят, то мы и готовим. Понимаешь, по факту у нас как бы кухня фьюжн. Да, это смешанная Европа, да, такая как бы встречается, потому что итальянские блюда и всякие разные, там и французская кухня, и всевозможные. Да, и приморские, дальневосточные продукты мы очень прям юзаем. А можно как-то выделить, что вот больше блюд с мясом, либо все-таки больше с морепродуктами? Есть такое разделение или нет? Я думаю, особого разделения такого нету, да. У нас как есть стейки там, и семги стейки, и пауту стейки, и гребешок, и уструс, так же мы и крабу мы так же отдаем, да. Так же мы и продаем и стейки, как бы и стейк рибая продаем там, и миньон продаем стейк, и делаем стейк из индейки. И бештексы продаются у нас очень хорошо, как бы, да, то есть, ну нет такого, знаешь, что типа вот мы только морем занимаемся, типа, да, вот, и все. Или у нас больше морские продукты, типа там мясо у нас не идет. На любой вкус вообще, да? Нет, на любой вкус, да, у нас семейное кафе, поэтому сюда приходят семьи в выходные дни, как бы, да, в рабочие дни после работы, как бы отдохнуть, посидеть, расслабиться. Что будем делать дальше? Дальше берем оливковое масло. Оливковое масло берем. Так, откроем его, и я думаю, наверное, это будет рано. Так, мы его еще пока не добавляем, да? Да, мы пока не будем добавлять масло, да, смотри. Сейчас берем вот черри, да, срезаем, оп, у нас уже намытые черри, вот, и режем не пополам, да, а наискосок, вот так вот, раз, вот. Все, поняла, да. Вот, таких нужно порезать будет... Сколько? Три штуки. Так, ну вот, посмотри. И вот... Нет. Нет? Угол больше, смотри. Угол больше, да. Показываю. Вот ты вот резала вот так вот, да? Как-то так вот, да, по диагонали резала. А вот тут угол просто вот так немножечко, раз так, вот. Ты как бы пополам режешь, да, но просто угол делаешь больше, и поэтому получается очень красиво. С помидорами я, по-моему, справилась, да, со второй попытки. Супер. Алина, ты молодец просто. Так. Мне бы такого повара на кухню. Так, все, забросили сюда, что ты делала, да? Дальше. Вот, дальше берем виноград. Его мы тоже режем. Да, и режем его чуть-чуть по-другому. Смотри, вот так вот. Просто пополам, вот так вот, раз, пополам. Ну, это уже проще. Все, вот так нарезать нужно. Хорошо. И тоже забрасываем сюда. Давай мне виноград сюда. Вот весь виноград мы нарезаем, да. Хорошо. Так, Валера, ну, пока я режу виноград, расскажи мне, пожалуйста, для вегетарианцев, что у вас есть? Есть ли новые блюда какие-то? Да, мы хотим ввести сейчас новый салат, он называется салат витаминовый, он будет со свежим цукини и авокадо, с апельсиновой кунжутной заправкой. Вообще звучит это очень вкусно, на самом деле, как бы, да, я его уже презентовал на здоровой кухне, в Приморье. Вот. Салат просто бесподобный. Вообще. Я думаю, стоит попробовать любому, даже если ты не вегетарианец, а придерживаешься правильного питания. Ну, да, да, это салат сделан такой вот прям ППП. Вот ППП. Вот правильное питание. Все в кафе-студию за правильным питанием. Да, да. Мы стараемся, по крайней мере, да. И если нас гости просят, допустим, если приходят такие гости, которые просят, допустим, отварную грудку, допустим, да, просят, мы как бы для них специально делаем, отварим грудку, отварная грудка, там, пюре грудка, там, со спагетти грудка, там, язык просят, допустим, на пару, допустим, приготовить нас, да, не жарить, его на пару, приготовить. Мы как бы идем на встречу, не на встречу, просто мы исполняем любое желание наших гостей, вот так скажем. Так, смотри, добавляем сюда вот половину от этого всего, добавляем сюда. Половину. Ну, вот так, да, сейчас, еще чуть-чуть. Еще. Ну, я так и пару кусочков. И вот этот кусочек. Еще? Вот этот? Да, он очень красивый, поэтому мне понравился. Хорошо. Вот, все, давай, давай сюда. Дальше перемешиваем. Аккуратно, аккуратно перемешиваем. Аккуратно, аккуратно, чтобы не повредить салат. Да, чтобы пышный салат осталось. Давай, 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 давай. Мешаем, 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 мешаем. Сейчас тебе важно просто, чтобы смочить все листики маслом, чтобы они просто блестели. Чтобы на тарелку не смотрелись эффектно. Вот, потому что соус у нас по факту будет другой. Понимаешь, да? Вот, чтобы это не было сухостой там тупо. Очень ответственность. Да, это очень ответственность. С серьезным видом. Так я еще никогда не мешала салату. Да? Все, аккуратно. Серьезно. Все, 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 нормально, все, да? Все, оставляем, все. Так, оставляем и можно убрать вот сюда, можно этот угол поставить. Все, я его, хорошо. Вот. Так, дальше мы с тобой будем готовить наш соус. Вот, ставим на медленный огонь. Для этого нам нужна будет ложка, да? Да, для этого нужна газовая печка, да, как бы сковородка. Вот, берем масло. Чуть-чуть. Прямо буквально-буквально только. Раз, 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 нам помазать чуть-чуть. Ну вот, высыпаем печень. Печень высыпаем не всю. Не всю, потому что там много или она просто нам еще как-то где-то понадобится? Нет, потому что тут много ее. Вот. Высыпаем такие самые красивые кусочки, такие более-менее. Вот, ну, примерно вот столько. Вот так. Берем сливки. Сливки мы будем добавлять, я так понимаю, ага. Да, прям сюда наливаем сливочки, так, наливаем прям такие вкусные такие, прям тягучие сливки такие. Прямо столечко наливаем, прям столько-столько-столько-столько. Вот и наши сливочки. Так, дальше берем соус. Все готовится быстро. Да, все готовится быстро, повара отдают салат буквально за 5 минут. Это соус унаги. Он продается готовый везде, в любом магазине можно приобрести? Ну, не в любом магазине, ну, так скажем. Ну, в общем, найти можно? Да, найти можно его. Сколько нужно? Пару ложечек? Ну, грамм 30, думаю, это будет нормально. Вот. Ну, на тот объем, который у сливок мы налили. Так, а расскажи, вот на лето вы меняете меню? Мы не меняем меню, мы вводим спецпредложения, да, и из этого спецпредложения, то, что очень-очень прям нравится нашим гостям, да, мы, безусловно, вводим в основное меню. Ну, вот, этим летом мы тоже делаем, как бы, обновление, да, сейчас выходит буквально, вот на следующей неделе, буквально выходит спецпредложение уже непосредственно от меня, да, в котором будет много блюд. Появится три новых десерта, очень вкусные десерты, как бы, пока не хочу говорить, какие десерты, да. Потом уже непосредственно. Интрига. Да, маленькая, небольшая. Так, стой. Так. Так, все. Ага, передаю. Так. Сейчас выложим салат так, чтобы захватить все вот овощи, да, вместе с салатным цветом, и вот скомпоновать его в середине. То есть все брать необязательно, то есть не надо брать все. Вот взять такую кучку такую, чтобы она скомпоновалась ровно в серединке. Так. Я пока попробую, что здесь наварила. Обалдеть. Вот это вкуснотища с первого раза. Так, ну посмотри. Так, теперь, смотри, сделай так, чтобы виноград, вот виноград, да. Все попал, все сверху, да, вот так так. Да, все вот так лежало красиво сверху, да, можешь пользоваться пинцетиком. Я аж перчатка. Ну все равно, как бы, легче убирать тебе пинцетом, понимаешь? Пинцетом, это продолжение твоей руки, которую ты вот копаешься вот в этом всем салате, да, и выбираешь. Это уже нюансы профессии. Вот, кстати, ты согласен, что каждый шеф по-своему, он художник. Ну. И вот ты чувствуешь себя, вот твоя профессия, она творческая? Да, 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 да. Да, безусловно. Абсолютно, да? Безусловно, я тебе скажу больше. Каждый повар, я думаю, это дизайнер собственной посуды еще больше того, потому что очень трудно продать посуду, бывает вот именно те блюда, которые вот ты хочешь вот именно прям дать вот им гостю, так вот, так, вот так, чтобы, знаешь, прям вот вообще супер было. Смотри, как выкладываем. Берем кусочки, да, выкладываем их вот так вот прям. Вот так вот выкладываем кусочки. На, выкладывай. С одной стороны только, с одной стороны. Только здесь, вот тут я их выкладываю. Я все выкладываю или выбираю? Ну, выкладывай все, да, можешь положить все. Эдди, ты, так, чтобы я видел моряка. Еще, 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 сюда, 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 горкой выкладывай, горкой прям. И я у тебя хотела узнать, что фестивали, которые у нас проводят в последнее время в Владивостоке. Ну, вот недавно был фестиваль Миди был, да? Да, 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 был фестиваль Миди, скоро будет фестиваль Ребешка, в феврале был фестиваль Корюшки. Твое отношение к этим фестивалям, нужны ли они и для чего? Очень позитивно, очень позитивно. Нужно они для того, чтобы наши гости узнавали вообще вкус местных продуктов вообще. Вот так вот полили, просто все. Красота. Красивенько сделали. Уже хочется пробовать. А сейчас начинается... А его нужно, чтобы он остыл? Нет. Нет? Сейчас начинается самое интересное. Украшение микрозелени. Ух, так. Вот, смотри. Мы сейчас с тобой отрежем, это дайкон, пророщенные ростки дайкона. Вот, мы отрезаем верхушечки дайкончика, да, вот, и вот, по чуть-чуть посыпаем вот так вот сюда вот. Делаем такую дорожку. Вот то, что мы сейчас с тобой налили, да, просто повторяем круг этим дайкончиком. Угу. Вот, из этой травы. Да? Давай, давай, я попробую, конечно. Здесь можно, да, чуть-чуть, здесь и здесь. Это щавель. Угу. Вырываем с корешком его и его выставляем вот сюда вот так вот красиво. Вот, и все это дело задобрим. Это горох. Горох. Он для вкуса как бы и декор. Это такой вкусный декор. Вот так вот. А вообще твой любимый ингредиент? Микрозелень. Микрозелень, да? Да, микрозелень, да, я играю с соусами, как бы люблю специи всякие разные, да. Это салат готов? Да, салат с куриной печенью. Давай вот так покажем, давай вот так вот, что перец, вот салата перец. Вот такой салат приготовила нам Алина. Ну как сказать приготовила? Очень красивый, очень аппетитный вид у салата, как бы такой прям, ну прям супер. Вообще уже хочется пробовать, пробовать. Пробовать, пробовать, потом. Ну мы потом начинаем уже. Второе? Да, второе. Второе блюдо называется Йорк. Он готовится с мясом индейки. Вот, это мясо индейки с овощами, плюс, опять же, такой незаурядный соусок, вот, который делается из трех ингредиентов. Это устричный соус, наги соус, теряки соус. Врубаем в средний огонь. Вот так примерно. Смазываем маслом, вот. Смазываем маслицем, вот, не сильно, поэтому у меня масло здесь идет с кисточкой. Вот, масло, подай накидочку, я размазываю. Чтобы равномерно. Да, равномерно было, да, и не было его много просто. Вот, дальше ты пока режешь раз, два, три. Так. Три помидорки. Режем их просто пополам. Пополам попку и... Отрезаем попку и режем просто пополам, да. Ну, с этим я точно справлюсь. Так, у нас есть лук, готовый уже. Вот, сначала мы первым делом закидываем брокколи. 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 Вот, для того, чтобы дать колер брокколи. Вот, такой, он должен быть такой, насыщенный колер должен быть. Еще рано. Ну, расскажи, почему ты выбрал профессию повара? Почему выбрал? Да. Ты знаешь, я не сразу выбрал ее. Точнее, я выбрал сразу ее, просто у меня не сразу получилось стать поваром. Тем только не работал. Почему не получилось? Ну, в образовании я биохимик, вообще. Я закончил Академию биохим и биотехнологии. Вот. И в свое время работал в фармкомпании. Потом на длевитни работал. Коллега. Да, потом занимался автобизнесом, как бы, и что-то мне все как-то не приносило удовлетворения никакого. Вот. И по воле случая, вот, с запада, как-то, вот, я начал, вот, решил, как-то проснулся, вот, решил, что вот, надо попробовать все-таки. Думаю, вот, была мечта такая в детстве, надо попробовать. Вот, знаешь, я попробовал, мне вот прям получил удовлетворение прям такое прям. И понял, что это мое. Сажировался, как бы, в Китае, сажировался в Турции, как бы, то есть, ну, ездил там по родным странам, как бы, работал просто, да, как бы, по контракту работал. Мне это очень нравится. Ваша задача сейчас такая, смотрите, так, Мэй, мы специи, мы никими не пользуемся. Все наши специи, это наш соус. Все натурально. Видишь, колер какой, видишь, да, вот такой колер должен быть у нас, как бы, по факту. Вот, лучка добавляем грамм 20, да, и все это перемешиваем. На, мешай. Ух, я так подкидывать. Я боюсь. Ну, давай, ну, ну, ну. Эх, лох. Лох полетел. Сейчас, следом, брокколи. Вот такое. Кукуруза. Такое получится. Еще? Нет, все, 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 хватит. А то мы останемся без второго блюда. Все у нас разлетится в разные стороны. Так, чтобы, ну, колернулось хорошо, мы, как бы, часто не перемешиваем. Чтобы дать прижариться. Ну, с одной стороны, да, там, потом мы помешали. В это время мы забрасываем сейчас готовые помидорки. Помидорки, да. Видим, как у нас калируется все красиво. А дома любишь готовить? Вот после смены, когда ты приходишь домой, нет? Честно, нет, не особенно люблю готовить, как бы. Хватает на работе? Вообще прям очень хватает. Так, мы добавили мясо индейки. Да, мясо чуть-чуть добавили. Мясо индейки. Ну, давай, может, я помешаю. Да, на, мешай. Ты мне только скажи, когда там остановишься, когда... Да, может, не ослабливаться. Вот, да, пожалуйста. Вот. Это у нас... Соус. Какой? Это смесь трех соусов. Я тебе рассказывал про них. У наги остричные терияки. Добавляем буквально грамм 15. Вот. Ну, примерно вот так, да, чтобы она достаточно будет. Мы выкладываем уже готовое, практически готовое наше блюдо. Да, смотри, вот так вот берем, да, и вот как бы стараемся класть все в серединку просто. Вот. Не размазываем по тарелке. Да, да, да. Ну, так, чтобы как бы и мясо, и брокколи, да, оно было как бы вот, ну, поочередно лежало все. Так, чтобы не было такое, что брокколи снизу одно, да, а мясо только сверху. На. Удержишь? Так, да, все, держу. Осторожно, горяча сковорода. Ну, а я посмотрю пока. Хорошо. Да, если что, мне подсказывай. Ну, давай, ладно. Сейчас берем вот это вот. И сверху посыпаем. Лепестки арахиса, да, и посыпаем вокруг, вокруг, только вокруг, только вокруг. Вот. Побольше можно взять. Сейчас, подожди. Давай. Так. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Угу. Угу. Аккуратненько, находим дырочку, щелочку такую и всовываем красивенькую. Раз, так. Чик. Красиво, да? Да. Безусловно. Тоже нравится. И вот здесь, да, вот так чуть-чуть, прям, там подыпаем, так чуть-чуть. Раз, 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 раз. Чик, 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 чик. Не важно, что не хватило. Все. На этом все. А почему Йорк? Почему Йорк? Йорк вообще это город в Англии. Ну, я думаю, на счастье того города названо блюдо. Вот. Я так понимаю, в студию его очень любят, да? Да, в студию его очень любят, и очень давно, да, его еще вел Женя Трифилов, как бы, еще 20 лет назад. Вот, и с тех пор он пользуется очень, прям, популярностью бешеной, как бы, у наших гостей. И люди приходят на это блюдо, вот, конкретно, вот, поесть. Те, кто знают это блюдо, как бы, они всегда заказывают это блюдо. Наши блюда готовы. Я напомню, что у нас сегодня в меню Йорк и салат с куриной печенью. Я предлагаю опробовать, да? Да, давай попробуем. Все, начнем, подожди, стой. Давай, все, начнем. Давай с Йорка. С Йорка, давай с Йорка. Да, давай с Йорка. Начнем с Йоркой. Уже остыл. Давай, пробуй. Так. Я вот сразу все, я вот так и хочу. Думаю, можно переходить к салату. Так. Здесь заправкой является... Сам соус с печенью. Вот, поэтому нужно перемешать. Угу. Несколько, да? И пробовать непосредственно овощи с соусом, да? Ну, и как бы и с самой печенью. Вот. Примерно? Хочется захватить все. И виноград, и помидор. Как-то примерно вот так вот как-то. Угу. Сейчас я вот кусочек куриной печени положу. Ммм, бомба. Единственное, только печень уже остыла. А должна быть тепленькая, да? Он подается теплым сразу, там, подается теплым, там, и люди едят уже еще, точнее, теплую печень с жидким соусом. Ну, на мой вкус, потрясающе. Валера, я хочу сказать тебе большое спасибо. Во-первых, за твой профессионализм. За то, что научил меня немного готовить. Большое тебе спасибо. И, да, спасибо за такую потрясающую подачу. Пожалуйста. Это очень круто. Когда приходите в гости к нам, в наше кафе, как бы мы всех ждем. И всегда готовы радовать наших гостей. Мы с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Это была программа «Восемь вкусов». Готовьте вместе с нами, ведь это вкусно, полезно и интересно. До скорых встреч! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!